доброе утро ребята приветствую вас на торговой сессии среды давайте снова возвращаться на финансовые рынки и посмотрим на наши традиционные начальные активы это рубль и нефти есть что рассказать особенно по энергетическому ресурсу по нефти поскольку вчера у нас во-первых были и данные по опи по запасам нефти вчера у нас была возможность оценить еще прогнозы по возможным объемом производства со стороны соединенных штатов америки и в целом на снова оценив этот фундаментальный фон вернуться к нашим долгосрочным идеям которые касаются торговли нефти что касается частного агентства api вчера как стало известно запасы нефти снизились на 6 и 8 миллионов баррелей снова возвращаемся к тенденции сокращения прогноз был по конечно же поменьше 1 и 6 миллионов баррелей поэтому в целом если говорить про кушинка это традиционное хранилище основное сейчас там запасы с учетом такого прироста находится на максимумах за 80 лет и еще хочу вам сказать про объемы добычи нефти в соединенных штатах америки которые судя по всему в мае достигли максимума также за почти 50 последних лет это 9 и 6 миллионов баррелей в сутки еще чуть-чуть и может быть догонит саудовскую аравию что касается реакции нефти если мы посмотрим на поведение актива мы сможем увидеть то что напротив даже вопреки такого фундаментального фона нефть у нас даже не думала корректироваться забралась снова выше 65 долларов против бренда странная конечно же реакция она полностью расходится с логичной фундаментальной реакции на те самые скажем инфоповода которых я вам рассказал но в целом был еще на фактор который может быть инвесторы обозначили приоритетом для определения дальнейшей динамики нефти почему-то трейдеры закрыли глаза на статистику на факты которых я вам сказал и больше переключились на прогнозные оценки что даже несмотря на то что сейчас объемы выработки нефти находится можно сказать на максимальных уровнях в будущем в конце 2015 года ожидается снижение добычи я считаю что это неправильный подход трейдингу потому что у нас с одной стороны действительно есть факты и цифры на которые нужно обращать внимание потому что это сегодня здесь и сейчас и есть прогнозные ожидания которые обычно меняются корректируются в зависимости от экономической конъюнктуры думаю что все-таки логика вернется на рынок и трейдеры переосмыслив общий фундаментальный фон начнут все-таки снова обращать внимание на нашу прежнюю фундаментальную идею которая даже не наша это идея всех а тех фундаменталистов которые сейчас внимательно следят за на ситуации на рынке энергоресурсов и эта идея прежняя избыточное предложение и соответственно реальное снижение темпов роста мировой экономики через отдельную слабость ключевых регионов потребителей энергосырья поэтому несмотря даже на вчерашнее локальное восходящее движение несмотря на то что бренд у нас снова оказался выше мощного сопротивления 65 все-таки нужно позиционно исходить из наличия оснований для коррекции этого энергоресурса наша цель с вами пока не измена 60 61 к этому уровню пока и двигаемся теперь давайте посмотрим на рубль что касается динамики российской валюты вчера мы увидели то что сессия была закрыта на чуть выше поддержки 55 с небольшим соответственно если оценить фундаментальный фон здесь хочу обратить ваше внимание на очень интересное сообщение а вчера когда вы начали брифинг к сожалению я еще не смог оценить общий новостной фон со стороны центрального банка поскольку эти новости еще не появились на рынке но центральный банк сообщил о том что в пятницу они в рамках механизма и программы валютных интервенций покупки валюты вовсе не покупали валюту еще раз вам напомню что такие оценки идут с опозданием в два дня то есть сегодня мы сможем узнать о том покупал ли центральный банк валюту в понедельник поэтому если исходим из пятницы напомню что программа покупки валюты для пополнения золотовалютных резервов действовал с 13 мая и вот фактически за месяц впервые а цб может быть решил взять паузу оцените уже случившийся факт и вектор девальвации российской валюты и пока приостановить свои меры по пополнению российских запасников что касается реакции рубля мы видим что рубль сейчас пока приостановил действительно девальвационный вектор локально укрепляется может быть трейдеры также предпочтут сейчас оценить дальнейшее поведение на центрального банка может быть трейдеры будут ждать дополнительные комментарии о денежно-кредитной политики тем более что уже совсем скоро нас ожидает процентная ставка цб и у нас есть основания серьезные основания полагать что она в очередной раз будет снижена мы говорили насколько но в целом обозначили факт того что это экономическая мера смягчения она должна быть негативным фактором для рубля поэтому сейчас стоит констатировать тот факт что даже вопреки комментарии набиулины о том что программа покупки валюты на символичную сумму в 200 миллионов это максимальная планка этой программы а в день якобы не влияет на валютный курс судя по динамике последних дней еще как влияет поэтому цб у нас в принципе остается одним из ключевых факторов воздействия на курс даже несмотря на то что истинная причина опять же со слов центрального банка это ни в коем случае не влияние на динамику курса а исключительно цель механизмов по валютных интервенций покупки валюты это пополнение золото валютных резервов мы видим как эта программа сказывается на динамике рубля отойдем от цб посмотрим на другие факторы в качестве негативных мы еще обозначали факт эскалации ситуации на юго-востоке украины до сих пор на ситуация весьма накалена соответственно эти негативные новостные сфотки которые поступают буквально каждый час является подтверждением того что минске договоренности уже очевидно нарушены и поскольку снова во всех бедах а сейчас винят россии давайте вспомним саммит большой семерки где президент соединенных штатов америки обама весьма таком резком ключе высказался о россии отметив что ей не место среди стран большой семерки ей не место за столом от этих а статистических переговоров потому что россия нарушает самые высокие демократические ценности конечно же дело не дошло пока до новых финансово-экономических санкций и ограничениях но если мы посмотрим на комментарии между строк можно было прочесть что эти меры обсуждались но пока они не получили всеобщую поддержку поэтому в прямом смысле ситуация на украине в случае еще большего усугубления может снова подтолкнуть и наших российских некогда надежных партнеров из европы и сша еще более агрессивным действием и разумеется если это будет реализовано это негативные факторы для российского фондового рынка и для российской валюты другие критерии факторы определяющие и будут будучи определяющие дальнейшую динамику рубля это еще сезонный спрос на валюту в преддверии платежей летних по внешним по внешнему долгу я думаю что это также локальный фактор давление на рубль и что касается поддержки помните мы с вами говорили про налоговый период я думаю что сейчас пока что на него не нужно делать ставку потому что экспортеры сейчас вряд ли будут скидывать экспортную выручку по текущему курсу может быть и предпочтут дождаться улучшения стабилизации ситуации на валютном рынке и я думаю что сейчас не будут спешить придет налоговый период это еще больше недели его ждать и вот потом уже переключимся на эту идею поэтому целом по рублю сейчас в качестве поддержки можно обозначить если нефть у нас продолжит восходящее движение и если мы услышим какой-то позитивный сдвиг в деэскалации ситуации на юго-востоке украины но опять же обозначив фундаментальный фон и текущие экономические реалии реальности на юго-востоке украины в донбассе сейчас больше как раз по-прежнему аргументов делать ставку на сохранение прессинга на рубль против основных конкурентов доллара и евро и наша цель с вами по юсд рабу это движение выше конечно же 55 выше 56 даже в район 58 59 пока от нее не отказываемся идем дальше евро доллар открывайте графики посмотрите вчерашняя торговая сессия снова подчеркнула факт повышенной волатильности главного валютного риска пока трейдеры не решаются как раз определиться с движением по этому валютному активу поскольку есть как мы говорили серьезный негативный фактор способный в любой момент поставить крест на длинных сделках поскольку если дойдет дело до сценария самого пессимистичного негативного по греции мы с вами констатировали ожидание того что коррекция может оказаться значительней если дополнительные комментарии по греции хочу привести вам сообщение руководители еврогруппы 10 блума который в очередной раз констатировал факта наличие серьезных разногласий между тройкой и греции отметил то что греция фактически отвергла те предложения которые были предложены со стороны еврокомиссии мвф и цб то есть со стороны тройки корректоров и взамен не предложила сегодня стартует на саммита ес и надеялись мы конечно же вместе со всей мировой общественности что что к этому событию греция предложит пакета скажем предложений свое соглашение сделку для тройки но этого к сожалению не произошло и мы видим как евро чиновники в буквальном смысле бьют копытами и обозначают свое негативное отношение к возможности нахождение компромисса хоть и не стараются пугать и пытаются не пугать рынки подобными ожиданиями мы все-таки ребят исходим опять же из реальности прекрасно понимаем что сейчас все меньше времени остается для исполнения своих долговых обязательств греция не демонстрирует самостоятельных шагов направленных на нахождение компромиссного решения достижения соглашения по преодолению кризиса на национальном рынке и здесь сценарий он предполагает несколько действий либо греция все таки соберется силами и сможет использовать все свое красноречие и убедительность и предложить тройки а тот документ который будет ими принят я считаю что вероятности учитывая как очевидно сейчас это противостояние несогласия по многим моментам этот сценарий маловероятен а второй сценарий греция все-таки принимает те на предложения которые уже были обозначены тройка коридоров это реформирование пенсионной системы и рынка труда но это конечно же негативный момент поскольку не ясно даже в случае сохранения экономической стабильности что будет с политическим курсом поскольку в этом ключе сириза полностью нарушит свои предвыборные обещания и третий сценарий это все таки тот самый негативный которому нужно готовиться по крайней мере если не готовится но допускать что он может случиться на рынке это технический дефолт с последующим выходом из состава валютного блока поэтому ребят греция вопреки содержанию экономического календаря если вы посмотрите событий интересных нету неделя в принципе спокойная следим за греции следим за дополнительными сообщениями и поскольку нет позитива не торопимся занимать длинные сделки по паре евро доллар даже несмотря на то что она уже находится в районе 1 13 переключаемся теперь на пару юзди иена откройте графики посмотрите последние две торговые сессии это разгрузка сегодня вообще пара потеряла уже больше 50 60 пунктов мы с вами обозначили цель как а срочной коррекции вниз до уровня 124 вчера эта цель была выполнена соответственно сейчас нам стоит обозначать уже другие идеи я думаю что воспользоваться можно отложником buy stop и поставить его текущая актуальная котировка какая поставить его в районе ста двадцати трех пятидесяти и снова ждать возвращения в район ста двадцати четырех теперь что касается факторов которые стали причиной ослабления американской валюты и роста японской иены здесь стоит вернуться к статистике по китаю вчера были опубликованы данные по индексу потребительских цен инфляция снижается уже минимум за последние четыре месяца в китае в поднебесной и поэтому можно обозначить тот факт что если инфляция продолжает снижаться можно ожидать дополнительных мер экономического стимулирования но и в целом в случае снижения инфляции турбулентность на рынке финансовых активов будет увеличиваться это опасение риски неопределенности и в таком ключе лучше конечно же делать ставку на те активы которые традиционно являются защитными и позволяют и пережидать такие периоды нестабильности не спокойствие на финансовых рынках поэтому иена у нас сейчас растет не думаю что этот тренд будет продолжен не думаю что он закрепиться поскольку уже завтра нас ожидают данные по розничным продажам посмотрим на прогнозы они неплохие соответственно если статистика окажется хорошей доллар снова сможет получить поддержку потому что трейдеры вернуться к обсуждению темы идея касательно повышения процентной ставки и и из диена как я уже сказал наша цель это поставить отложенных с возможностью роста и планомерно переключимся уже на завтрашнюю статистику еще пару слов про австралийца откройте графики посмотрите а вот юзди здесь также стоит сделать ставку на вчерашний индекс потребительских цен в китае ожидается что этот отчет станет как я уже сказал причиной для нового пакета экономических стимулов из китая и если эти стимулы смогут оказать поддержку на китаю а смогут прибавить несколько десятых процентов к темпам экономического роста разумеется это позитивные эффекты для главного стратегического партнера китая конечно же им является австралия поэтому мы видели как вчера с локального минимума пара ушла в район практически 0.77 и восходящее движение продолжается но это такой локальный эффект роста не стоит обнадеживаться тем что он может иметь закрепление наша цель все равно держится в районе 0.75 я думаю что актуализация прежних проблем станет причиной разворота трейдеров и возвращение к тем целям которые мы поставили 0.75 пока ее не меняем ясно вопрос есть если греция не выполнит долги значит ей придется начать процедуру банкротства технического дефолта она затягивается примерно на несколько месяцев и в самом негативном сценарии нам стоит готовиться к выпадению состава валютного блока уже ближе к середине 2016 года большое спасибо за вопросы ждем дополнительных комментариев на нашем официальном канале а маркет составлять их под видео окном всего доброго до свидания